Здравствуйте! Я священник Иоанн Тераутс, и это «Ответы на вопросы» для библейского портала «Экзегет». Сегодняшний вопрос, который мы с вами будем разбирать, это «Мешает ли богатство войти в Царство Божие?» На страницах Священного Писания, а точнее, если быть, Евангелие от Матфея, мы встречаем следующее. 19 глава, 16 стих. «И вот некто, подойдя, сказал ему, учитель благий, что мне сделать доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Он же сказал ему, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюдай заповеди». Говорит ему, какие? «Иисус же сказал, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему, «Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне?» Иисус сказал ему, «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мной». Услышав слово сей, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. «Иисус сказал ученикам своим истинно, говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное, и еще, говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали, «Так кто же может спастись?» А Иисус, возрев, сказал им, «Человекам это невозможно, Богу же все возможно». Мы встречаемся здесь с таким понятием, как богатство. Но, опять же, на страницах данного Евангелия и в данном конкретном месте мы не находим некого ценза, когда, например, от миллиона мы уже становимся богатыми, и нам трудно войти в Царство Божие. А без вот этого ценза, без этого критерия нам с вами будет сложно понять, какому именно богатому трудно войти в Царство Божие. Приведу пример. Среди святых православной церкви были и очень богатые люди, и крайней степени бедные люди. Так, например, сложно назвать бедным человека по имени Константин Великий, равнопостальный император Римской империи, который как раз-таки и участвовал на Первом Вселенском Соборе и носит такое высокое звание чина равноапостольный. Сложно назвать богатым лик юродивых, которые как раз-таки раздавали свое имение и иногда вели жизнь, похожую на жизни нищих людей. Конечно, нищелюбие — это одна из добродетелей христианства. Но как же тогда среди учеников Христовых, среди его последователей всех веков были и богатые, и бедные? Более того, сам апостол Павел говорит, что он привык и к достатку, и к недостатку, и к богатству, и к бедности. Он готов воспринять и то, и то. Об этом он говорит в послании к филиппийцам. Так вот, дело в том, что здесь, возможно, имеется в виду упование на богатство. Когда богатство является твоим основанием и фундаментом. Сейчас высокий оборот принимает такое движение, как финансовая грамотность, вложения, инвестиции. Ничего не имея против данного, возможно, очень выгодного вложения средств, нужно сказать, что если центром моей жизни является счет в банке, или даже, может быть, какое-нибудь фамильное украшение, или просто квартира где-нибудь в далеком-далеком селении, которая не представляет особенной ценности, но я в ней вижу эту ценность, то это привязывает меня к этой вещи. Это становится моим упованием. И тогда, естественно, оно становится препятствием к моему вхождению в Царство Божие. Потому что разрыв с этим, с этой вещью, с этим богатством, сделает меня уязвленным, больным, раненым. Мы встречаем с вами на страницах классической русской литературы случаи, когда человек, потеряв богатство, или потеряв какую-то даже, может быть, часть богатства, или уважение, или место в обществе, он умирал от ужаса, умирал от терзаний внутренних. Тому пример произведения Гоголя «Шинель». Мы там встречаем человека, который, потеряв такую, казалось бы, не самую важную вещь в его жизни, умирает. Трудно богатому войти в Царство Божие. Поэтому наша задача, чтобы наши средства к существованию, наше имущество, и все это мы воспринимали как некий дар Божий. И радостно пользовались им сегодня, но могли спокойно воспринять его отчуждение от нас завтра. Как бы страшно это ни звучало, но это очень важный аспект участия в жизни вечной.